Добрый день всем. Я понимаю, что у меня последний доклад, и мы несколько отстаем от графика, поэтому я постараюсь рассказать самое главное, а вовсе не показывать об обязательном порядке все 21 слайд. Итак, опросу именно независимой спецификации и верификации стандартных функций. Вообще, поводом для этой работы стала достаточно давняя, но в свое время поразившая меня, заинтересовавшая, совершенно серьезно, очень заинтересовавшая и взволновавшая работа Виктора Вячеславовича Кулямина. Мне так понравилось, что вообще, оказывается, то, к чему я привык, о чем я привык не задумываться, что синус и косинус в машине могут быть вовсе не теми самыми хорошими, синус квадрат плюс косинус квадрат равно единице, это раз. А во-вторых, вообще, что же это такое, собственно говоря, кроме, вот, что же это такое стандартные функции, что я думал долго-долго-долго-долго и, наконец, через 10 лет созрел. Вот. Так что, на самом деле, этот доклад неудивительно, что делается здесь. Здесь жалко, что Виктора Вячеславовича нет. Ну, ладно. Однако, надо было заметить, что Виктор Вячеславович занимался, прежде всего, спецификацией, выписыванием требований, что может означать математические функции, реализованные на ЭВМ, и предлагал варианты разработки полных систем тестов. Однако и формальной верификацией люди интересовались. И вот тут будет проведено две публикации. Пожалуй, одна из них, самая первая, правда, тут 2003 год фигурирует. На самом деле, это публикация по результатам ПИД-диссертации Джона Харрисона, по верификации квадратного корня. Но я хочу обратить ваше внимание, что верификация идет одной конкретной функции, правда, нескольких функций, но внимание обыделяется, прежде всего, одной стандартной функцией, но под конкретную архитектуру. И что человек делает? Он просто методично записывает. Вот здесь у нас 8 битов. 8 битов и запишем. А здесь 16 битов. И запятая, грубо говоря, Мантисо занимает 4 бита, один бит занимает знак, и он находится в такой-то позиции. Значит, для следующего процессора еще одна петь диссертация. Сколько же диссертаций можно защитить? Без ума сойдешь? С ума сойдешь. А главная тема неисчерпаемая. Вот. Дальше. Однако, и самое интересное, что подход жив до сих пор. Именно такой. Например, в течение нескольких лет существовала группа формальной верификации в Орокле. И они работали, в отличие от Интела, несколько более, скажем так, соблюдая корпоративную, фирменную тайну, и публикаций фактически нет о том, о чем они делали. Однако, на самом деле, в прошлом году, наконец, появился доступный материал о том, что они занимались верификацией трех стандартных функций на конкретном процессоре. Ошибок, к счастью, не нашли. И даже удалось оптимизировать, доказать, что можно сократить таблицу начальных приближений для квадратного корня. Но опять же, конкретный процессор, конкретные реализации, и даже пошевелив чуть-чуть реализацию, надо заново запускать все. Дальше. О чем же наш проект? Ну, нам не удалось сосватать фирму, которая бы платила нам три года подряд за верификацию одной функции на одном процессоре. И поэтому мы решили, с моими коллегами решили попробовать сделать платформенно-независимый, разработать платформенно-независимый подход, инкрементальный и комбинированный к верификации и спецификации стандартных математических функций. Что это такое? Что такое платформенно-независимый? Мы не будем предполагать точно, сколько у нас разрядов, и где в каком разряде машинного слова колонится знак числа, а где знак мантисы. Мы будем выписывать всего лишь простую аксиоматизацию машинной арифметики в терминах вещественной арифметики. Причем не предполагая, что каждый раз операция дает тот же самый результат в вещественных числах. Важно, вот для нас будут важны некоторые свойства. Дальше. Второе. Что значит инкрементальный? Мы начинаем с тривиального элементарного случая, когда берем идеальные числа и просто блок схему, и доказываем специфицируемые методы тройками Хаара, и доказываем для идеальных чисел вручную, что все хорошо. В идеальном случае все прекрасно. Но этот идеальный случай, понятный второкурснику, должен быть. Но первокурсник все-таки еще маленький, он из школы еще не привык, что бывает не только математика состоит не только из матанализа, а еще и из логики. А заканчиваем модификация элементарной спецификации уже для машинной арифметики, и модификация алгоритма уже для машинной арифметики, нашей машинной арифметики. И, наконец, что такое комбинированный? Я недаром сказал, для элементарного случая мы доказываем вручную. Для машинного, но абстрактного нашего подхода мы доказываем сначала вручную. А потом человек вообще склонен говорить, ну это понятно. А потом проверяем на автоматическом доказательстве, что ни разу не прибегли к слову «очевидно». Резюме. Исходное доказательство для элементарного случая – это proof outlines. Для доказательства, потом для настоящего случая, и proof outlines для конечного верифицированного на машине доказательства. Так что же на данный момент нам удалось сделать? И что будет представлено в этом докладе? Сколько я успею, разумеется? Я, кстати, прошу не жалеть, как только время подходит, я сразу перескакиваю на последний слайд, на предпоследний. Ну так вот, удалось на данный момент построить алгоритм, специфицировать и верифицировать вручную полностью для квадратного корня в арифметике с плавающей запятой. Здесь приведен сразу аннотированный результат для арифметики с фиксированной запятой, потому что его легче выписать. Заметим, что ε – это та точность, в которой человек хочет получить ответ, а 2 δ – это та самая единичка последнего разряда значимая. Как видите, тут может возникнуть вопрос, что наша функция в том случае в терминах стандарта i-triple и не является exact. Это отдельная дискуссия, если будет вопрос, я отвечу. Сейчас я не буду отвечать. Первый алгоритм, как сказал элементарный случай, идеальная арифметика, все хорошо, да это просто метод Ньютона, совершенно. Его очень легко специфицировать, аннотировать и легко доказать. Проверено, второкурсники понимают и на экзамены сдачу способны. Вот, дальше. Однако, раз уж мы упомянули метод ручной верификации по Флойду Хаару, и вообще, кстати, в отличие от двух упомянутых выше, Харрисона и Оракловского подхода, Интеловского и Оракловского подхода, мы используем верификацию чисто по Флойду Хаару. То есть не переводим сразу, скажем так, язык Изабель или язык ACL-2, а сначала вся верификация идет в терминах Флойда Хаара. И пользуясь случаем, так у нас только юбилейная конференция, я бы тут хотел вообще в двух словах объяснить, что такое верификация классическая. Вдобавок, хороший повод вспомнить Андрея Петровича Иршова, Святослава Сергеевича Лаврова, как-то раз Андрея Петровича, мы все пишем стихи, но может быть не все так взумеют, как Андрей Петрович или Святослав Сергеевич. Мне очень нравится вот эта строчка, эти растищи, посвященные Святославу Сергеевичу и одновременно, что такое формальная верификация. Чтобы грамотную программу составлять, надо пред и пустословия задать, надо точность счетчик времени иметь и циклический инвариант привлечь. Поэзия может быть не гениальна, но как памятник замечательно. На этой фотографии есть и Святослав Сергеевич, и есть Андрей Петрович, есть и Летичевский, кто еще есть. Не знаю, кто есть из института Иванникова, поищите, пожалуйста. Отдельный приз, ксерокопия 100 долларов. Хорошо, перейдем к делу теперь. Так вот, как выглядит аксиоматизация, наша аксиоматизация в машинной арифметике с фиксированной запятой? Ну, мы говорим, что все числа с фиксированной запятой сразу являются вещественными числами, но заполненные, как бы сказать, в некотором интервале от минимального до максимального, на самом деле они являются рациональными числами, и заполнены с неким шагом вот этим самым дельта. Дельта – это как раз шаг, вот этот шаг, тот самый шаг. Дальше. Интересно, что бинарные отношения у нас самые обычные внутри этого интервала. А вот операции как раз у нас следующие. Сложение и вычитание, если не приводят к переполнению, то есть выходу за минимальное и наибольшее, или максимальное число, вообще самые обычные, что соответствует взравному смыслу. В пределах разрядной сетки дополнительных десятичных разрядов после точки не появляется ни при сложении, ни при вычитании. А вот про умножение и деление у нас гипотеза следующая. Если результат сразу помещается в нашу сетку, то он точный. А вот если не помещается, то он и округляется с точностью дельта пополам. То есть самый ULP пополам, которая требуется от экзект-функций. Той самой точностью. Ну так вот, что нам удалось сделать конкретно? Значит, вообще говоря, сразу скажу, забегая вперед, вот алгоритм, в нем немножко, на самом деле, в нем узнаваем тот же самый алгоритм Ньютона, тот же самый алгоритм Ньютона, только с разницей то, что сразу вычисляется, перенесено вычисление отсюда, следующего приближения, вот сюда перенесено из некоторых соображений. Из каких сейчас будет сказано? Ну, пока я сначала скажу то, что другое. Значит, во-первых, реализован прототип этого типа данных, виртуальная машина для этого типа данных, который у нас существует, который вот аксиматизирован. Но реализован, опять же, в реализации, а может быть здесь подкрутили, оно работает так, как там нужно, но на самом деле оно не удовлетворяет нашим аксиомам. Нет. С использованием CL2 доказано, такой тип данных существует, удовлетворяющий этим аксиомам. Существует. Дальше. Ну вот алгоритм приведен. Дальше. Вот его спецификация, которая доказана вручную. Разница по сравнению с исходной спецификацией идеального алгоритма Ньютона состоит в следующем. Во-первых, мы преиспользуем в качестве начального приближения не сам Y, а используем, у нас есть look-up table, предварительно массив начальных приближений. Начальных приближений. Ну и у нас есть операция округления вверх числа. Даже те, которые в разрядную сетку помещаются, мы их округляем сначала вверх. И вот таблица вообще удовлетворяет некоторыми свойствами. Надо так, чтобы результат начальных приближений попадал в очень небольшой интервал. Радиус диаметра 1,2. Вовсе не очевидно, что такая таблица существует. И в частности надо было отдельно доказать, что она существует сначала вручную, а потом при помощи SL2. Потому что если таблицы вообще не может существовать, то тогда и доказывать эту тройку хаара незачем. Предусловие никогда неверно. Понятно? Это было бы просто замаскировано, написано. Если ложь, то алгоритм заканчивает работу правильно. Понятно? Вот. Так что существует, все хорошо. Но пока автоматически проверено, лишь только одно, существование массива и существование типа данных. Я фактически заканчиваю. Ну, переход к плавающей запятой достаточно банальный. Здесь мы уже мало что аксиоматизируем, мы только аксиоматизируем, как получить мантису и как получить степень. Все. Результирующий алгоритм здесь. Здесь он уже просто использует наш алгоритм. Ну, и стандартный русский вопрос. Что делать? Кто виноват, я не задаю вопрос. Правда, что делать дальше нам? Ну, во-первых, все-таки завершить процесс для квадратного корня полностью автоматизированной проверки. Потому что не исключено, что где-то все-таки мы с Жульничей сказали, ну, тут уже очевидно. Это раз. Второе. А главное стоит в кавычках, доказать теорему существования. Ну, хорошо, прекрасно. Мы доказали, что при некоторых гипотезах про машинную арифметику, аксиомах, конкретный алгоритм гарантирует очень хорошую точность, мы это умеем доказывать. Даже, предположим, мы это сделаем на машине, проверим все доказательства на машине. Более того, у нас даже будет реализация на нашей виртуальной машине. И что же? И тем не менее, мы хотим еще доказать теорему существования. Мы хотим найти реальную платформу, на которой как раз такая арифметика, удовлетворяющая нашим аксиомам, и как раз такой метод вычисления квадратного корня. Почти всюду вычисление квадратного корня, это такой метод Ньютона. Почти всюду. Вот мы хотим найти такую реальную платформу. И вообще, какой основной результат, кроме того, что мы сказали, вот сделали, нашли платформу, мы вообще предполагаем, что было бы здорово, вместо каждой раз верификации конкретной, полной аксиоматизации конкретной платформы, побитой аксиоматизации, просто брать и смотреть, а вот эта платформа удовлетворяет выписанным аксиомам? Они не должны быть полными. Метод округления у нас достаточно абстрактный, а Бог его знает какой он. Проверили, да. А алгоритм вот этот, который с такой же блок-схемой, да, в таком случае верифицировать уже ничего не надо. Согласно работе Шилова и коллег из Новосибирска, все правильно. Вот, спасибо за внимание. Вопросы? У меня единственный вопрос. Вы знаете про модели платформы, зависимые, стандартные, и платформы, независимые модели? PC и PC. Очень поверхностно. То есть буквально твое слово... Посмотрите, оно вам поможет здесь, потому что они уже привели в соответствие, понимаете? Платформы, независимые модели, и платформы, независимые модели. Эта проблема стояла, и есть стандарты. Обратите внимание. Спасибо. Еще вопросы? Пока вы думаете, я задам свой. Значит, вы не сказали про там те свойства, которые доказываетесь. Правильно я понимаю, идет речь и о частичной корректности, и о завершимости? Да, да, да. И завершаемость, и всюду спецификация тотальной корректности. И второй вопрос. Вы так смело утверждаете, что для плавающей арифметики совсем все то же самое? Нет, я же спецификацию окончательную не привел. Там спецификация будет не совсем такая. Там она более сложная. Она просто, извините, ее даже громоздко было бы представлять здесь. Но мой вопрос немножко о другом. Какие сложности при переходе к доказательству плавающей арифметики все-таки возникают? Ну вот, например, в первоначальном варианте у нас была допущена ошибка, что мы автоматически считали, что все мантисты мантисты взаимно однозначно соответствуют числам с фиксированной запятой. На самом деле при возврате происходит потеря. Потеря точности. Вот сейчас это вроде бы ошибка исправлена. Опять же, вручную верификацию. Я говорю вроде бы, потому что я сам себе не очень верю. Ручной проверкой сделано. Это первая сложность. По крайней мере, пока это главное, что мы заметили в предыдущем варианте. Вот потеря, что обратный процесс тоже приводит к потере точности. Ну и еще один вопрос. Вы с абстрактной аксиоматизацией того же округления не боитесь, что возникнут сложности, когда потребуется рассматривать работу алгоритма не в режимах округления к ближайшему, а в режимах округления к какому-то конкретному направлению, где это существует. Да. Спасибо. Вы знаете, так как эта работа проверить для этого варианта. То, что существует еще три режима округления, мы знаем. И то, что в конкретном алгоритме могут использоваться даже все четыре варианта округления, тоже понятно. Ну, понятно. Не то, что понятно, мы знаем. Но пока мы хотим даже для вот этого одного варианта округления пройти весь путь и показать, что он в принципе выполним. И если мы еще докажем в конце вот эту теорему существования в кавычках, она не математическая, она вот найти реальную платформу, мы вообще будем считать, что работа проделана, завершена успешно. Вот. Поэтому и тогда будет видно, будем ли мы еще какие-то варианты. Но сейчас ближайшая задача вот даже закончить автоматическую проверку плюс найти, доказать теорему существования в кавычках, которая, и сейчас мы смотрим уже синус, что для синуса можно сделать. И опять же, на самом деле будем для одного конкретного метода вычисления это пытаться сделать. Там больше проблем. Квадратный корень действительно школьная задача. Это действительно так. Он слишком хороший по сравнению с синусом. Но квадратный корень есть уже ценность от статей. Я привел только три статьи в частности, не потому, это не исчерпывающий список. Так, ну что ж, если вопрос больше не возник, давайте поблагодарим накладчика. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok